...посредственно занимать такие структурные позиции. Вот что проблема. Это во всём мире идёт, это общий принцип. Надо увеличить скорость эволюции, потому что, ещё раз, вернусь к началу, цель нашего вида, нашего популяции, это на том, чтобы уничтожить всё, что есть на этой планете, или подчинить себе и использовать. Конфект между популяцией – это вопрос, предварительно в Европе он был один, но от другой мы никогда договориться не смогли. Мы можем найти паритет, баланс, сил, но никогда не в жизни не сможем обидеть. Европейцы, вы вспомните, что они сделали всем недавно. Совсем недавно, если таких 18 так, 20 тысяч лет назад они съели меня как так. Но о чём говорили? Они смогли так договориться, чтобы… У всех крови черепа, но у всех оно вкусное. Он жирноват, но по вкусу прикрасит. Поэтому и в Китае было то же самое. Все сенаторы – это что такое? Это складопища их отходов. Все работают. Каннибалин вообще такой. Полезная вещь была в своё время. И сейчас широко используются астралитерные. Хотя не отрицают, абсолютно разговариваются. Говорят, нет, 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 не продается. У нас нет никакого. И 18-летней дочери – ты зачем? После четырёх часов на улицу выходишь. Так что вы это считаете сами. Поэтому отрицательный отбор является следствием того, что мы видим перед собой биологическую эволюцию. Вот это очень печально. Дело в том, что эволюция, ещё раз чёртну, бессовестно морально. И только с помощью негативного отбора мы можем втравливаться в колоссальные конфликты, которые приведут к огромным человеческим потерям. То есть какого? Поэтому надо как-то эти дела прекращать. Если мы хотим сохраниться. А человеческий мозг последние 150 тысяч лет уменьшился уже на 300 грамм в результате негативного отбора. Это очень много. То есть на величину мозга шимпанзе или гориллы, которые заговаривают к ним. Вот столько мы потеряли. И нюандертальцев, и кармальонцев, как пар старых сапианцев. То есть и всех, и тех, и других. У них мозг-то был в среднем 1600-1650 грамм. А сейчас в среднем планете 1320. Мы уже 300 грамм потеряли. Кстати, вот этого негативного социального отбора. Потому что мы втравливаемые делаем искусственное отборо сами себя. Втравливаемые войны для того, чтобы ускорить эволюцию. И эволюции не для того, чтобы сделать умных и освоить чужие и другие планеты. Упаси Богу. Ещё раз говорю. В эволюции действуют биологические законы, которые никакого отношения к куманизму не имеют. И посмотрите в критические ситуации, как себя берут и большие народы, и большие политики. Всё, по-моему, ясно. Так вот, с этим можно попытаться что-то сделать. Только один способ. Прекратить баловаться естественной эволюции. Попытаться вмешаться в этот процесс. Это не значит, что оно стоит веселиться идеально. Речь идёт не об этом. Речь идёт о том, что у нас сейчас есть техническая отборность. Начать неправильный сортинг. Рассудочный. То есть, есть возможность создать прибор за несколько лет. Если захотите, потратите на недостаточный денег. С помощью которого можно было бы отбирать людей по способностям. Научная база для этого создана. Нужно создать техническую. Преимущества? Ну, всем понятно. Человек, который что умеет, то и будет делать. Значит, то, что умеет делать лучше всего, именно этим он будет заниматься. А поскольку мозг большой причиняет малого, он будет получать такую настоящую продукцию. То есть, будет счастлив. То есть, вот это человеческое счастье, когда человек занимается лучше всех тем, что он умеет лучше всего делать. Оно составляет суть человеческой натуры. И самое главное, справиться тогда позволит нам с индивидуальной изменчивостью, которая нас объединяет. Для этого нужно заниматься серебряным сортингом. Основание. Для этого есть приборный парк. Все это, что есть. Нужно повысить разрешение томографа. Да, набор микрон. То есть, это уже почти дозвучит на 15 микрон, чем самый лучший. И после этого начать отбирать людей по способностям. Сначала, конечно, деньги. Потому что они самые выгодные. Вы понимаете, да? В оборонных целях. Вот берем, выбираем 10 сортсов. И посылаем их прибрать на биржи в Нью-Йорк. Ну и потом стираем Америку ластиком. То есть, вопрос войны, на самом деле, которая неизбежна, возникает в человеческом сообществе по эволюционным законам. Это вопрос того, кто сейчас будет делать железные пушки, кто научится отбирать денег, которые позволят нам управлять этим миром. То это первое начнет. Потому что гений тем отличается от обывателя тем, что когда все происходит, тем становится понятно. Но пока это не произошло, никто даже не догадывался. Собственно говоря, на этом должно быть построено будущее человечества, если мы хотим избавиться от такой вот пошлой, зверской, кровавой эволюции, в рамках которой мы сейчас живем. Все. Спасибо. Спасибо. Галерий, пожалуйста, вопрос. Да. И вызывайте. Да. Артем Лотников. Познавательное ТВ. Значит, у меня два вопроса. Во-первых, вы сказали, что думать очень затратно, поэтому человеческий организм старается как можно меньше это делать. А где находится контрольный центр вот этого расхода энергии? То есть, в мозге, который тогда сам себя гасит, или в каком-то другом месте. И второй вопрос, если я, может быть, не очень понял, что такое социальные инстинкты, да, но мы в 90-е годы имели счастье или горе наблюдать очень такую картину слома и переформатирования всего общества. Были коммунисты, ходили, значит, под портреты Ленина, говорили такие речи, потом в Баксу все пошли либо в религию, либо стали либералами. Причем вот эти вот люди из комсомольских там высших собраний, они все пошли выше туда вот там, в религию, в попы, там, в священники, стали там какими-то канонистами и еще кем-то. То есть, получается, переформативный какой-то... Ну, да, последний вопрос. Извините, кто у нас был в святарею комсомольских организаций в 70-е или 80-е годы? Люди, которые охотились за колбасой. В партию в ЛКСМ шли люди целенаправленно для того, чтобы больше зарабатывать и лучше жить. Почему вы удивляетесь, что они потом пошли растаскивать бюджетное имущество? Странно. А для чего они шли? Они шли для того, чтобы на Грановского ходить и распределить из афинской колбасы. Я сам помогу. Они шли в это в ЛКСМ, в эту партию, под эти флаги, только в одном, для того, чтобы получать чеки и ходить товарят с валютных магазинов. Они шли туда для того, чтобы вывозить студентов и школьниц на так называемые школы в ЛКСМ, которые представляли собой случный грех в массовых количествах и прочие всякие удовольствия. Они шли для того, чтобы отличаться от окружающих и доминировать среди. Они для этого подошли. Они не идеи не были. Они колбасники, в чистом виде, по Марксу, настоящие марксисты. Все живут как. Ну, от того, чтобы они жили. Вот зачем туда люди шли. И когда наступил капитализм, они смогли дорваться до той же самой зеленой бумажки. Уже совершенно официально они дорвались. Именно поэтому, посмотрите, кто у нас сейчас олигарх. Это люди, которые целенаправленно положили свою жизнь за колбасу. Жизнь на колбасу. Не за царя, а за колбасу. Так что ничего странного нет. Я работал в нескольких институтах. Извините за грубость. Но все секретари комсомольцев организации после 1974 года тут же уехали в Израиль. Хотя то, что они говорили, это было невозможно слушать. Потому что после борьбы с сионизмом уже на каждом комсомольском собрании. Я, к сожалению, был в комсомолье в три раза больше. И поэтому я знаю, что там творилось. И партийных очень хорошо знал функционеров. Так что здесь никаких сомнений. Вы поймите, это такая же точная олигархия. Это такой же самый беспредельщик, как и сейчас. Теперь насчет... Там все очень просто. В мозге нет ничего сложного. Насчет специального органа. Знаешь, как центр зла. Нет-то, центр зла есть мозг. И центр зла есть мозг. Сейчас объясню, в чем дело. Все очень просто. Как только скорость передачи энергетическая. То есть поток энергии. У метаболизма возрастает. Там даже специальные... Короче говоря, там есть даже специальные ферменты. Которые столько в мозге. Например, нейрон специфическая наладца. Она есть в мозге только в тех формах, в которых супервысокая энергетическая. Ну, такая специфика. Потому что нейроны так много употребляют энергии вообще по жизни. Потому что она специальный механизм будет устраивать. Усложнять. Так вот, как тот уровень энергии потребляемого. Повышается. Там есть продукты метаболизма. Ну, не все из нейронов выводится. Почему можно по одному нейрону определить как террорист? Возраст того. Клевое дело. Внутри нейронов накапливается гипофусцин. И даже если этого умника разнесло там 100 килограмм нитроцила. И один нейрон привитый в стеклу за 150 метров. И что найдешь? И скажем, у моего брата ему было 35-36 лет. Потому что внутри нейрона накапливаются невывативные продукты. Так точно и при метаболизме. Постепенно в нейроне, как только вы повышаете энергетический обмен, вот продукты распада, связанные с метаболизмом, они сигнализируют о том, что метаболизм слишком повышен. Эти продукты распада являются токсинами. И ваш мозг начинает сам себя отравлять. И чем больше вы думаете, тем больше отравляетесь. И вы понимаете, что уже хорошая травица, пора пойти выпить пиво и успокоиться в конце концов. Ну вот и поесть как следует. То есть механизм очень простой. Биохимический объем. Накапливается критический объем токсинов. Ну, упростив ситуацию. Могу подробно сказать. Который тормозит этот процесс. И вы воспринимаете это как неприятное ощущение. Вы говорите, что все больше не могу. Больше не могу. Это на самом деле уровень метаболического обмена, который привлек к накоплению этих токсинов. И вам надо их лечь, поспать, отдохнуть, чтобы они их вывести. Иначе произойдут необратимые изменения. Две недели интенсивно. Скажете, почему сессии дольше не длятся? Думаете, это преподаватель? Просто так взяли. Всем известно. Если две недели истощения, студент не занимался. Он потом две недели может. А через две недели есть заболевание даже. Был в девятнадцатом. И дизлаз нервное истощение. Нервное истощение. Все. После этого уже все. В Карловый бар набор где там. Сопровождающий. Удовольствие. Лечить. Лечить. Это понятно. То есть вот такая система. Так что люди не меняются. Все в том, что обезьяны даже не столько учатся. Помышленные листья, самые оголцелые обезьяны. Они их подражают. Поэтому все равно за клубашу что носить. Звездно-полосатые с флаг или красные. Несущественно. Наши соотечественники с тем же удовольствием делают. Если у вас особенность мозга позволяет себя так вести. Есть просто такие люди, у которых мозг индивидуально устроен так, что он так вести себя не может. То есть их так мало, что и может пренебречь. Их легко сослать на салафике. Не можно. За грамм разрешения. Но в массе это все надо адаптивной форме. И мы так устроим. Это не наше достижение. Это не наше горе. Это просто такой факт. Биологически нравится нам это и не нравится. Просто дело в том, что то, о чем он рассказывает, очень легко все проверяется. Может поставить любой. То есть желаемый при наличии средств. Может поставить эксперимент. Проверить и так далее. Все как бы очень хорошо известно. Я рассказываю. В целом как это влияет на поведение. Поскольку это отдельная письма. В отдельности это все известно. Там стоят многие вещи с 30-х годов. Их проверены миллионы раз. Пожалуйста, коллеги. Портоларушка и Весна. Вот мы сейчас ведем прямую трансляцию вашей лекции. Нас задают вопросы читателям. Как вы относитесь к работам Игоря Викторовича Смирнова, который занимался похожей тематикой. И второй вопрос, собственно, от меня. Я ответ уже знаю, исходя в том числе из ваших лекций. Но хотелось бы, чтобы его послушали наши читатели. Как вы относитесь к перспективам создания искусственного интеллекта? Спасибо. Хорошо. Значит, сначала Смирнова. Я занимаюсь грубыми вещами. Я занимаюсь тем, что есть физически. То есть, если я говорю про мозг, то я говорю о том, что можно взять и измерить, проверить. Смирнов занимался словами. Я словами не занимаюсь. Поэтому, как бы, похожие идеи приходили примерно в последние три тысячи лет. Но в головы самых разных людей намного более достойных, чем я. Но, к сожалению, под ними не было никаких оснований, кроме умозрения. А то, о чем говорю я, это не умозрение, это физические факты, которые легко проверить. Вот и все. То есть, их не надо доказывать словами. Они доказываются материальными свидетельствами. Здесь очень важный момент один есть. Так называемое… Это в человечестве отдельный разговор тоже. Но у человечества есть одна проблема. Дело в том, что так называемый уровень абстракции. То есть, вот есть человек, который, например, стоит и колет дрова. Потом есть редактор журнала, который посылает туда корреспондента, увидев, что он как-то особо колет эти дрова каким-то особым топором американским. Значит, что происходит? Фильтрация. Значит, сначала фильтр является редактором. Он… Дальше. Корреспондент. Ну, корреспондент – понятно. Если ты ничего не умеешь делать, то ты должен быть корреспондентом. Значит, корреспондент – это хуже, чем психолог. Это человек, который должен трансформировать. Но из-за своего чудовищного необразованности обычно, дремучести общей, малой подготовности молодого возраста, а именно таких посылает, они приезжают к этому мужику с топором. Там, берут с собой фотограф и начинают делать интервью. И фильтруют этого мужика второй раз. После этого все это притаскивают в редакцию журналов, где все из этого делают статья или интернет-раздание, еще что-то. Фильтруют третий раз. Дальше это выпадает какому-то человеку, который в компьютере тыкай пальчиком и смотрит на это все. У него фактически материал отделен от него четырьмя фильтрами бог знает кого. Людей, которые, может быть, в голове вообще ничего нет, кроме космического органа. Четыре фильтра, и после этого он сидит, продолжает тыкать и начинает рассказывать и обсуждать это. Это что значит? Что от реальной фактологии он ушел, там осталось меньше десяти процентов. То есть для рассуждения ничего нет. Все. Это чудесно. Это прекрасный способ занять человечество. То есть более бесполезного времени предложения придумать нельзя. Более эффективного демпера для социального поведения и возникновения всяких глупостей в голове нельзя придумать. А глупости нам очень нужны. Потому что контролировать вот такое население, которое от реальности отстает на десять шагов, прекрасно. Это лучший способ. То есть такого способа тотальной дебилизации придумать невозможно. А все идут очень хорошо. Почему? Потому что ехать к мужику, который колет дрова и смотреть в собственные глаза, сколько энергии. А мозг напрягать. А тут сразу эндокфинный мозг я ничего не делал. Тебе все выложили. И крупному плану видно, как штафор будет жидко. Видно, как мужик губу поджал. Как кот по лбу струится. Красотища дружба. Ты все понимаешь. То, что перед тобой было столько фильтров, это закат. В результате населения, которое этим сердцем занимается, оно так оторвано от реальности, что просто, ну, лучше и быть не может. То есть вот это уже можно обмануть в чем угодно. И убедить в любой глупости. Это прекрасный способ украины. А, ну, когда все ни с того ни с сего собираются на болотную площадь, они сталкиваются с реальностью. У них открывается третий глаз, опускается чакра, там еще что-то. И вдруг они видят, что мир-то другой. И они начинают зверить вот этот выпускательный эффект. Ну, и предложить какой-то другой вариант. О чем надо подумать. Вот примерно так. Про искусственный интеллект. Да, про искусственный интеллект. Искусственный интеллект это прекрасно. Это мой любимый тема. Потому что, как миллиард долларов, у меня Обама. Я говорю, видимо, он просто пришел один раз на работу, посмотрел, так вокруг и сказал. Ну, надо как-то заняться мозгом. Верим себя вверх. Я не знаю. И выделил миллиард долларов. Ну, который, я как понимаю, уже украинен. В Америке просто кража научных денег более совершенствована, чем у нас. Мы еще тренируемся, а в Америке уже все там хорошо налажено. Поэтому с мозгом все будет в порядке. То есть ничего не узнают, но миллиард будет расследовать. Еще намного лучше. Значит, искусственный интеллект. Когда люди, рассуждающие про искусственный интеллект. Надеюсь, я недавно слышал, не буду рекламировать передачу на радио. Но мне показалось, что как раз ведущего, его гостя, как раз конспротезировать можно. Это точно. То есть, поскольку там будет рассуждение про шахматы. Вот шахматы, вот уже все, компьютер выигрывает. Ну, конечно, выигрывает. Что, шахматы не матемик? Это что такое? Это комбинаторика. Это когда известный набор комбинаций. Вы ищете решение. Вы выучиваете две тысячи начала. Становитесь с мастером, сколько нужно в этом классе. Почему? Какой-то интеллект. Шахматы – это не интеллектуальная игра. Посмотрите на Каспарова. Ну, как-то можно вести себя в комбинации, мне кажется. Я ничего и претензий никаких к нему нет. Но мне кажется, как он ведет себя, это не самый лучший способ зарабатывать. Можно как-то полный. То есть, вот в этом плане, если сравним человеком с компьютером, в этом вопросе. Почему? Потому что компьютер – не один компьютер в мире. Не обладает одной способностью. Мозг думает не из-за того, что он выбирает какие-то комбинации, о которых так любят поговорить всякие комбинаторы и прочее. Это они выбирают комбинации. Поэтому я так и думаю, что тут работает человеческий мозг. В силу своей примитивности они считают, что комбинаторик – это и есть творчество. И строго бумажки СЛ-4, как это называется. Нет, не в этом состоит дело. Человеческий мозг обладает творчеством в одной простой причине. Я сейчас объясню, почему. У нас между вот этими 11 миллиардами сейчас нейронов, вот этими, которые здесь, каждый день образуются две связи. И две связи рвутся. И так всю жизнь. Мозг думает не потому, что там сигналы бегают, как больного воображения инженера недоученного. Не поэтому. Это у инженера в голове мозг работает как электрический проводник. Там, простите меня, приходит один синапс, один-единственный контакт с нейронами, у которых от 100 тысяч до миллионов. У каждой нервной клетки 11 миллиардов. Ну-ка, Айзен, пока посчитайте. Вот один такой синапс. У него приходят медиаторы 25 штук в разных комбинациях, которые кодируют сигналы. И сигнал идет электрохимический, а не чистая проводимость. Это по проводам электричество бегает. А здесь информационные сигналы все электрохимические. Близко нет. И самое главное, что эти контакты образуются, разрушаются всю жизнь. То есть это что значит? Я привожу себе пример. У нас 150 миллиардов вообще целиком во всей нейронной системе нейронов. В корее 11 миллиардов. То есть это что означает? Что нам надо подождать еще 200 лет. И тогда мы сможем создать суперкомпьютер, посадив вместо вовнутрь каждого нейрона по гитаре. Который будет каждые два дня перепоедать. Они не программируются. Вот в чем фокус. А именно в них творчество. То есть не комбинаторика. Как поменять доллары на евро и обратно. Не как в шахматы выиграть. Не это вся глупость, которая имитирует все научные действия. А совсем другое. Морфогенез. У нас мозг думает. Принимает решение. Выбирает за счет морфогенеза. Почему человек говорит? Меня озарило. Откуда его озарило? В каком месте? Озарило очень просто. Между него возникли связи и объединили совершенно разные проблемы, которые он обдумывал в течение жизни. В войне физически, еще раз подчеркиваю. Не виртуальный, не математический, а физический контакт. Каждый физический контакт не могут промоделировать до сих пор математически. Один из ста тысяч на каждую клетку. О чем разговаривают? И вот сымитировать это самообучающееся машину, чтобы она там дорогу, туалет нашла, там бумажку принесла. Конечно. Вопрос-то. Самонаводящаяся ракета, где надо распознавать там объекты, чтобы она идти туда и все. Да, конечно. Человеку, который не обладает творчеством и мышлением, нельзя себе представить, чем отличается мозг человека от машины. Поэтому такая уверенность, что можно это создать. Творчество мозга – это не процесс биохимического обмена данного, даже электрохимического. А это морфогенетическое событие. И поэтому гений долго думает. Медленно эти самые синапсы продаются. Им долго надо похотеть. Долго надо об одном и том же думать, чтобы возникла система связи, которой еще не было в природе никогда. Вот это сделать пока нельзя. Поэтому я думаю, что все эти рассуждения… Я пережил уже три больших цикла, когда удалось расхитить колоссальные средства и бюджета на создание искусственного интеллекта. Ну вот, я думаю, что еще будет не один цикл. Я просто завидую ребятам, которые умудряются в третий раз обманывать население этой планеты на злое пути. Здорово то, что хотел бы мне. Здравствуйте. Сергей Полосудов, если можно, два вопроса, но так, по отдельности. Первый вопрос, вы говорите, что нужно аппаратами опирать людей, на что они способны, и они будут этим заниматься хорошо и прекрасно все будут как-то давать. Вопрос, кому это выгодно? Ну, у элиты, да, она есть. Ей уже задача, как вы сами говорите, что продлить себя. То есть, прям детям передайте лучше, чтобы дети оплодились, и все было хорошо. Зачем отбирать конкурентов, которые заживут трех детей, не должны оплодиться и… Ну, вы что? Ну, конечно, и только на элиту приходится. Они такие глупые, такие жаркие, что даже то, что я говорю, с интернета не помогает. Я уже проверял. Что они обязательно, кто-то среди них найдется, кто захочет заработать еще больше. Все же хотят стать главными буйными, оперировали христиантов. Я же, как всякий нормальный человек пытаюсь прорезетировать на обезьянь христиантов. И подвигаю олигархов, людей богатых, корыстных. Это чтобы они начали строить эти машины и отбирать деньги для того, чтобы набрать еще больше денег. То есть они уже совсем волнующие на элитуизме и нацелить демократность. Смотрите, ну даже школа, институты уже вам дадут много информации, кого можно отобрать. Не дадут, знаете что, не дадут. Ну давай, берем спирельман. А ведь он сделал больше, чем у институт математики и академии. Как его отобрать? Когда простая задача Влада Томспирельман привести с нам денег в области логической математики, можно только снять шляпу. Вот посмотрите, вот пловцы, которые уж физически чего тут. Мы даже спортсменов отобрать не можем. Мы отбираем их потому. Мы не делаем их. А мы лишь сократим все институтные процессы. Ребята, надо отбирать по другому принципу. Просто моторные области в человеческом мозге, они такие же. Так же различаются те, как одоленную спортивность, как и не одолетную. Как и область интеллектуальная. Давайте хоть спортсменов отберем, чтобы они не засыпали на футбольном поле. Хотя бы это сделали. Вот спортсмен, например. У нас в Америке пловцы отбираются как. Школа, в школе разных классов, бассейн. Зачем пловцы? Да не нужно, никто не хочет и хочет плавать. Представляете, как они себя ведут. Приходит тренер, он отбирает, а вот это будет пловцы. Через год они у него плавают, он их там учит, а потом какой-то другой тренер. Другой уровень. Это вот это вот отбираем. Ну понятно, что там из тысяч отбираются и в конце концов. Смотрим, кто стоит на олимпийских играх. Моторная уж совсем третья. Половина – те, которых отобрали из миллионов. А половина – те, которые отобрали из миллионов. Так, ребята, какие критерии? Ни школа, ни институт ничего не дадут. Вы поймите, что институт и школа учат адаптивность и имитация. Они не создают и не отбирают талантов. Насколько в школе все оригинальные были мини-ребята? Их всех прессовали. И учителя, и свои сверстники. А именно в этой необычности. Причем они многие из них очень здорово учились, но чуть не помню то. Вот их все и гнобили. Вот таким способом и в школе, и в институте. Тем людям, которые реально способны, не дают возможности. Почему? Потому что наша эволюционная система направлена на отпор последственностей. Индекс IQ, который отправился в заголовки в тюрьму всех калантливых американцев, как известно, работал 30 лет, и в результате пришлось нахипать, покупать у нас. Это факт клинический. Именно поэтому отменен андекс IQ. В нашей сейчас школе какие-то безумные люди пытаются это вести. Ну, видимо, чтобы уж нас опустить, нашу страну вообще ниже. И хотя бы психологов их не подзадевать, в том числе и террористов попадают в его сферу ответственности. И он говорит, что террорист, как готовит смертник Шахида, смысл в том, что его как можно ограничивают, его мозг интереснее. То есть, ну, как его личность. Он выгоняется на узкую тропу. Вот так. Ты должен верить за веру. Он говорит, как все, потому что его уже не интересует. И личность очень сжимается. Узким края этого дела. Вот. Но он говорит, но при этом эти люди, организм этому дико сопротивляет. И эти люди долго не живут. То есть, когда он, например, как Шахида, он либо заболеет, либо еще что-то, он разрушается. Ну, конечно. А вы же говорите, нападу, что чем проще человеку жизнь, там, без плама, наоборот, это хорошо, и у человека здоровья, и у него не разрушается. А вы говорите о том, что когда человек выдергивается, если вы не даёте свою работу, это отдельная тема. И с этим можно поговорить. Не все на это, кстати, повееспособны. Знаете, как гипноза. Поддаётся 2% пубертатной подростки и механические данные. В реальности. И ещё там полчатых процентов населения. Остальные вообще не поддаётся. Никак. Вот. Ну, как и Берсик, который здесь начался. Эту историю гипноза. Он стал пользоваться кашей. Он и так состоит. Глубого вода. И народу. Не вред от этого произошёл до сих пор. И с хлебанием можно. А вот здесь такая вещь. Людей, во-первых, подбирают. То есть, особенности. Есть эфирические способы. Подборы людей очень душаевных. Создают условия. Это можно делать. Если у вас большая популяция. Большая выборка. Это легко сделать. То есть, всегда можно человеку нравиться такими особенностями мозга. И направить его на что угодно. Те же самые Шахили в Германии. В Германии. Второй мировой войне. Там такие же точки. Смертники. Японцы. Которые в этих торпедах управлены. Те же самые лётчики японские. Назиро. Камикадзе. Который взлетал у него, чтобы не было меньше веса. Отстреливались колёса. Потому что он садиться не собирался никуда. Он собирался умереть из Японии. Это было не обязательно Шахили. Японцы. Пожалуйста. Немцы. Цивилизованные страны. Они жилили себя в программировании. Так шучу, как Шахили. Вопрос обработки. Только на меня. Удалось обработать всю нацию. Чем раньше начинается, тем лучше. То есть, если вам нужна массовая база таких смертников, которые ранее будут. Сделать плохо то, что большие территории причинены у людей с такими интересными. Я приведу в конце концов в том, что они полезны. Просто. В огромных количествах. Нужно 5-7 лет, чтобы заложить эти социальные инстинкты. И когда это станет массовым, то будет страшно. Страшно. Вот это страшно. Страшно. Потому что, когда они индивидуально поймали подходящего, значит, обработали, послали стенами. Это одна ситуация. Когда это будет просто система, то будет плохо. Значит, мы в районе. У меня где-то Украина. А мы не будем то же самое. Там дети растут. И как вас закладывают вот эти замечательные инстинкты типа отрезания головок. Полезные вообще киналовки. Вы представляете, что это будет? И последствия этих социальных инстинктов, которые к ним сейчас закладывают, они просто ужасающие. Просто ужасающие. То есть все будет так же, как мы. Будет давать плодовителю потомки, что оно принято.